Всем привет, с вами AirPrograms и в этом видео мы начинаем курс по JavaScript. С помощью JavaScript вы можете создавать интерактивные веб-страницы. Интерактивные страницы могут взаимодействовать с пользователем, вводить сообщения, изменять содержимое после определенных действий и так далее. JavaScript встраивается прямо в веб-страницы и используется браузером во время их загрузки. JavaScript был создан в 1995 году как инструмент, предоставляющий веб-дизайнерам возможности программирования. JavaScript владает простым синтаксисом и очень легко изучить. Все современные браузеры имеют поддержку JavaScript. Что можно делать с помощью JavaScript? С помощью JavaScript можно динамически изменять содержимое веб-страниц, привязывать к элементам обработчики событий, функции которые выполнят свой код только после того, как совершатся определенные действия, выполнять код через заданные промежутки времени, управлять поведением браузера, открывать новые окна, загружать указанные документы и так далее. Создавать и считывать куки, определять какой браузер использовать пользователь, также можно определить операционную систему, разрешение экрана, предыдущие страницы, которые посещал пользователь и так далее. Проверять данные формы перед отправкой их на сервер и многое другое. Что связывает Java и JavaScript? Из-за похожего названия многие по ошибке считают JavaScript и Java одним и тем же языком программирования, но это не так. Java и JavaScript являются двумя совершенно разными языками программирования. Java – это язык программирования, предназначенный для создания отдельных компилируемых приложений. JavaScript предназначен для написания скриптов, которые выполняются в браузере и встраиваются в HTML-страницы. Далее предлагаю вам перейти в IDE и рассмотреть непосредственно процедуру подключения JavaScript к HTML-файлу. JavaScript мы подключаем с помощью тега «скрипт». Вот так он выглядит. И мы указываем «type» в кавычках. Здесь мы записываем текст и указываем «JavaScript». Для демонстрации подключения JavaScript мы с вами запишем alert, внутри которого мы запишем «hello world». Сохраним и давайте посмотрим, как это все отобразится у нас в браузере. Перезапустим и, как видим, у нас получилось сообщение «hello world». Далее мы также можем продемонстрировать процедуру подключения с помощью «console.log». «Console.log» вам понадобится гораздо чаще, чем alert, для просмотра тех или иных событий в JavaScript. Здесь также мы запишем «hello world», сохраним и перезапустим нашу страницу. Далее мы зайдем в консоль разработчика, нажав клавишу «F12» Google Chrome. И, как видим, мы увидели с вами «hello world». На этом уроке у нас все. Подписывайтесь на мой канал. Увидимся в следующих уроках. Всем пока. Субтитры создавал DimaTorzok